Друзья, всем большой привет! С вами Ирина и вы на канале Ирина Исмогилова. И сегодня пришла пора делиться с вами своими пустыми баночками за октябрь месяц. Моя красная коробочка уже здесь на готове, все сюда сложила. Ну и давайте сразу приступим. Ну а приступим мы по традиции с того, что не вмещается в мою красную коробку. Это бытовая химия в больших объемах, в больших размерах. Я хочу вам показать вот такой гель для стирки от LEM. Это универсальный гель для стирки для белого и цветного. 5 литров здесь. Вот такая вот была канистрочка небольшая. И в целом, наверное, могу сказать, что неплохой гель, но повторять мне его не хочется. Мне показалось, что чуть-чуть не хватило пенообразования. Я люблю, когда пена много, когда я запускаю стирку. Поэтому сейчас я купила другой порошок, гель, вернее, для стирки, который я вам показала недавно в своих покупках с Валдберс и Азон. И вот он мне нравится в этом плане намного больше, потому что он и гуще, и пену он дает намного больше. И, как мне кажется, что отстирывать немножко лучше. Поэтому, в принципе, вариант неплохой. Не буду я его ругать, не за что, по большому счету, его ругать. Но повторять не буду, потому что, наверное, эффекта вау у меня все-таки он не вызвал. Идем с вами дальше. И дальше мы также продолжим тему бытовой химии. У меня ее всегда бывает не очень много. Вы знаете, кто постоянно меня смотрит. Я небольшой любитель бытовой химии и не развожу бесчисленное множество всевозможных баночек, коробочек. Закончились у меня вот такие влажные салфетки. Насколько я помню, покупала я в магазине светофор. Когда там бывают, то их обязательно покупаю, потому что они бюджетные. Они, в принципе, замечательного размера. Размер здесь указан, XL. И работают они одинаково, мне кажется. Ну, влажные салфетки, в принципе, все одинаково работают. Можно только их оценить как-то по степени пропитываемости и по размеру. Ну, и по плотности еще здесь. Вообще никаких претензий нет. Хороший размер, хорошая цена, хорошая плотность. Буду дальше обязательно брать. За хотя бы магазин светофор всегда их буду покупать. Вот тоже поближе вам покажу эти салфеточки. Почему бы нет? Я на таких вещах стараюсь экономить. И следующий продукт у меня тоже довольно бюджетный. Покупала в магазине его. Fixed Price. Это Homestar. Очень люблю данный бренд, потому что он замечательно справляется со всеми задачами, которые на данный продукт возлакают, на данный товар. И очень сожалею, что исчезло из продажи средство для ванн. Тоже от Homestar. Было, раньше продавалось в Fixed Price. Сейчас даже на маркетплейсах найти его нигде не могу. Если вы знаете, в каком-то магазине, может быть, продается. В Казани обязательно дайте мне знать. Я за ним поеду даже на другой конец города. Потому что, ну, действительно, оно было очень бюджетно и просто шикарно работало. Это средство тоже очень хорошо работает. Не вижу смысла покупать доместисы, всевозможные вот эти утенки, потому что цены у них в 2-3 раза выше, а по работе я никакой разницы не вижу. Потому что у меня были также и вот эти утята, и доместисы, и вот Homestar. Работа одинаковая абсолютно, поэтому буду продолжать дальше покупать именно вот эти средства. Бюджетные, хорошо работающие средства. Следующий покажу вам тоже продукт из магазина Fixed Price. Это Air Pure освежитель воздуха с ароматом дары леса. Там есть две линейки, насколько я знаю, от Air Pure. Я вам всегда говорю, что я беру именно эту линейку, потому что по ароматам она мне больше нравится, по насыщенности, по яркости мне по всем параметрам нравится больше именно вот эта линейка. Она немножко визуально отличается, и я на те даже, честно говоря, не смотрю. Когда иду себе покупать, я не смотрю. Я беру вот сразу, выбираю из того, что есть вот в этой линейке. Я не знаю, кстати, как она называется. Может быть, Home Aroma by Verti. Вот здесь вот какое-то название нашла. Может быть, именно оно. Буду обращать внимание обязательно в следующий раз, когда буду покупать следующую упаковочку. Аромат очень вкусный. Аромат сладкий, с ноткой какой-то свежести, потому что здесь все-таки дары леса. То есть лес дает какую-то нотку зелени, нотку свежести. И при этом еще чувствуются ягодки, фрукты. В общем, ну очень-очень вкусный аромат. Не было такого ни разу, чтобы я купила что-то из этой линейки. И оно мне не понравилось по аромату. Они всегда очень-очень прям классные, здоровские. Я тоже очень рекомендую вам. Ну и последний продукт. Это получается тоже продукт из магазина Fixed Price. Это Гуардина. Это тоже освежитель воздуха, но это уже водный спрей. И я их там тоже беру на постоянной основе. Они работают, как мне кажется, абсолютно так же, как любые другие водные спреи. Единственное, что сейчас у меня в использовании есть, не помню от какого бренда, парфюмированный водный спрей. Именно для туалетной комнаты, для ванной комнаты. И он, конечно, немножко другой. Ну, можно сказать, даже кардинально другой, потому что там парфюмированный аромат. Это сразу чувствуется. А вот если брать обычные вот такие водные, водяные, как правильно сказать, то не знаю даже, спреи, то мне кажется, они работают все абсолютно одинаково. Обычный спрей. Не вот, не парфюмированный именно. Здесь, кстати, объем 400 мл. Хватает его надолго. Аромат был апельсин и шоколад. Просто прекрасный аромат. Мне очень понравился. И, честно говоря, еще и визуально вот эта баночка тоже понравилась. Она мне прежде всего привлекла внимание именно своей красотой внешне, а потом уже и ароматом. Также буду на постоянной основе в магазине Fixed Price покупать. Если есть возможность сэкономить на таких продуктах, почему бы этого не сделать? Ну и переходим с вами к следующей категории. Это категория уже ухода за волосами. У меня обычно здесь намного больше средств. В данном случае почему-то только 4. Но у меня в целом как-то в этом месте почему-то маловато, как мне показалось, пустых баночек. Хочу показать вам вот таких 2 продукта. Это у нас Arabia Professional бренд и линейка Hydra Care. Шаг 1, шаг 2, шаг 3. Там еще есть маска. Она тоже у меня в наличии есть. Она пока еще не кончилась. И я покупала, по-моему, на рандеву. Хотела очень попробовать познакомиться именно с уходом для волос от Аравии. И я немножко здесь прогадала, потому что шампунь мне не понравился от слова совсем. То есть если кондиционер был просто замечательный, он был очень густой, белого цвета, у него был приятный аромат, он очень хорошо работал, он разглаживал, увлажнял мои волосы, распутывал мои волосы, то шампунь как будто бы наоборот запутывал мои волосы. Он волосы мои и сушал, как мне показалось, хотя он и заявлен как увлажняющий. И хотя мне писали, что он без СЛС, именно поэтому у него пенообразование плохое. Я жаловалась как раз-таки на него по той причине, что плохое пенообразование. Но все-таки даже при плохом пенообразовании, если шампунь, как вам сказать, нацелен, направлен на увлажнение волос, он не должен их сушить. А в данном случае шампунь именно сушил мои волосы. И поэтому вот шампунь я вам точно не рекомендую. Тем более если у вас, допустим, осветленные волосы, поврежденные, эмилированные, как у меня, то я точно не рекомендую. И плюс к тому, что еще такой эффект был не очень хороший по ощущениям, то эмилился он очень-очень тяжело. У меня были шампуни без СЛС, но такие шампуни, чтобы 4-5 раз наносить и после этого только какую-то более-менее приемлемую пену на волосах видеть, это, конечно, для меня был нонсенс какой-то. По этой причине как раз-таки он у меня очень быстро закончился, потому что расход был неимоверный. Но вот кондиционерами я, конечно, насладилась по полной программе. Вот его можно прям отдельно покупать и пользоваться, потому что это действительно классный продукт. Вот написано для восстановления сухих и обезвоженных волос. И здесь тоже самое написано для восстановления сухих и обезвоженных волос. Но ощущение, что шампунь просто усугубляет ситуацию ваших сухих и поврежденных волос. Это мое мнение. Закончился у меня еще один шампунь. Это освежающий шампунь «Изысканный уход». Линейка «Ля Крим». Это «Фаберлик». И здесь у нас в составе освежающий мяты и молочные протеины. 200 мл шампунь. Покажу вам тоже его поближе. Я уже устала, наверное, или вы устали, наверное, меня уже слушать. Мои хвалебные отзывы по данной линейке. Но это действительно просто отличный шампунь. У меня такой, по-моему, был с кокосом. Был с мятой вот этот. И они оба прекрасно работают. Они замечательно мылятся. У них такая приятная консистенция, приятный аромат. Волосы мягкие, волосы послушные. Какие-то прям как будто даже разглаженные. Я просто в восторге. Причем я знаю, что эти шампуни всегда продаются по очень хорошим скидкам в «Фаберлик». Буду делать в ближайшее время заказ. Если они будут там, а они бывают очень часто еще и по акции, я закажу сразу штучки по три каждого. Потому что здесь, конечно, небольшой такой объемчик. 200 мл всего. Но они такие прекрасные. Они такие прям. Ну, настолько классно, шикарно работают с моими волосами. Они их делают намного более красивее, чем они есть, как мне кажется. И с основными задачами они справляются просто на все 100%. Поэтому от себя очень рекомендую. Если еще не пользуетесь, если еще не пробовали, если сомневаетесь, обязательно возьмите по такой цене 120-130 рублей, сколько стоит в данный шампунь. Попробовать точно стоит. И я уверена, что вы не разочаруете, потому что качество у данного шампуня, у данной линейки просто потрясающее. Ну и последний продукт у меня для волос закончился. Это Estelle двухфазный лосен спре-витотерапии, восстановление и питание для поврежденных волос. С коллагеном, кератидом, протеином и шелком. Я данным средством пользовалась как средством для расчесывания волос. Для облегчения расчесывания волос. Он, в принципе, я могу сказать, что справлялся процентов, наверное, на 80. С моими поставленными перед ним задачами. И в целом ругать, по большому счету, наверное, тоже его не за что. Но у меня был от Capus тоже спрей. Но он там был 18 в одном. И вот в одном из 18 пунктов было как раз-таки облегчение расчесывания. Он с этой задачей справлялся в разы лучше. Поэтому повторять, наверное, не буду. Может быть, повторю что-то. Вернее, что-то из Estelle куплю в виде тоже такого лосена спрея. Просто протестировать, посмотреть, как работает. Но вот эта линейка, в принципе, мне вот именно в плане расчесывания, облегчения, мне не очень хороший эффект дала, как мне кажется. Хотя, ну, линейка, я так понимаю, видимо, и направлена на работу с поврежденными волосами. Но вот как-то вот мне не очень зашло. Просто сравнив два продукта, от Capus и от Estelle, я для себя четко понимаю, что Capus на мне работает намного лучше. Кстати, линейка называется Therapy Curex. Тоже вам поближе давайте покажу. Вот в закончик. Он такой довольно симпатичный. Мне все нравился. И распылитель хороший, и аромат уже был приятный у него. Ну, просто с Capus его действительно не сравнить. После Capus, вот какие бы волосы ни были у вас спутаны, он всегда, вот просто один раз расческой проводишь, даже ничего дополнительного не надо. Он сразу их прям распутает. Здесь приходилось еще немножко какие-то манипуляции. Пальцами проделывать, да? Или как-то там, ну, больше раз прочесать волосы для того, чтобы их полностью расчесать. С Capus такого не было. Поэтому, если сравнивать с Capus, конечно, Capus лучше. Но в данном случае я тоже ругать его полноценно не могу, потому что он, в принципе, неплохой. Далее, следующая категория, это уход за телом. Здесь у меня почему-то всего два продукта, к сожалению. И первое, что я вам покажу, закончился вот такой гель для душа от Ariflame. Это Springtime Stroll. 250 мл здесь было. Хорошенький такой объемчик. Приятный гель для душа с потрясающим вкусным таким ароматом. Цветочки весна. Не понимаю, почему я его взяла, конечно, на осень. Потом я уже озадачилась этим вопросом. Думаю, почему тут вроде бы какой-то весенний аромат должен быть, а я взяла именно на осень. Но, в принципе, осенью тоже приятный весенний аромат. Иногда хочется почувствовать. Здесь никаких претензий у меня по качеству вообще нет. Он очень хорошо мылился, приятный был аромат. Кожа не была пересушена. Не хотелось тут же что-то на кожу нанести. Поэтому, да, очень даже хороший гель для душа. Буду дальше, возможно, покупать. Просто у меня большие запасы именно по гелям для душа. Я пока не планирую пополнять свою коллекцию. Надо истратить, иначе в определенный момент просто станут подходить сроки годности по всем гелям. А в целом я готова повторить, потому что действительно очень классный гель для душа. И закончилось у меня вот такое средство. Это у нас было крем-суфре для тела. Банана Милк от Вита Милк. Так, а что интересно это за производство? Изготовитель ООО Лоран Москва. Вот, покупала я его в магазине Фикс Прайс. Ну, наверное, около года, может быть, назад он был вот таким вот желтеньким. Ох, открылый аромат банана прям. Ох, какой вкусный аромат. Около года назад, может быть, даже чуть больше. Давайте тоже вам поближе покажу. Я думаю, в принципе, его можно, наверное, найти где-то на маркетплейсах. И он такой классный, он такой нежный. У него консистенция. Ну, здесь, в принципе, и заявлено, что это крем-суфле. Консистенция прям нежнейшего какого-то йогурта. Очень хорошо впитывался. Немножко он был как будто, вот когда вы его наносите, он как будто более водянистым становился. Но, наверное, вот эта консистенция позволяла ему очень быстро впитываться и при этом действительно увлажнять кожу. Я осталась очень довольна. Объем здесь 250 мл. Вот, посмотрю обязательно на маркетплейсах. Знаю, что в Фикс Прайсе, где я его покупала в свое время, его, конечно же, сейчас уже нет в продаже. Но на маркетплейсах, возможно, есть. И я бы хотела повторить, возможно, даже с каким-то другим ароматом. Потому что, ну, само средство, конечно, очень-очень классное. И свои задачи основные выполнял, конечно же. Прекрасный аромат, прекрасная консистенция. Прекрасный был такой желтый цвет. И аромат просто, это вообще выше всяких похвал. Такой банан вкусный. Даже вот ни капли, ни химозный. Именно вкусный, спелый, сладкий банан. Супер средство. Дальше вам покажу два продукта, которые невозможно к каким-либо категориям отнести. И потом мы с вами уже переходим к последней категории. Уход за лицом. Хочу вам показать магниум, магнезиум цитрат от Салгар. Вот такие витамины у меня закончились. Посмотрите. Они достаточно небюджетные. Я не скажу, что я, конечно, пропила. Здесь сколько таблеток находится? 120 таблеток. Пила по 2 таблетки в день. Магний это витамины. И магний, насколько я знаю, то есть я не рекламирую ни в коем случае. Я все-таки сторонник того, что вы должны сначала сдать анализы на вот эти все витамины в вашем организме. Посмотрите, чего именно не хватает. Но, как я слышала, магний, он в принципе полезен всем. И всегда у него бывает, его бывает нехватка в организме. Поэтому я себе купила. Но я почему-то не заметила чего-то такого, прям какой-то особенной энергии. У меня в последнее время, может быть, это осень. Может быть, это в принципе событие, которое происходит в моей жизни сейчас. Какая-то сплошная апатия, депрессия. У меня немного вот видео, съемка видео, монтаж видео выводит из этого состояния. И я, когда начинала пить магний, я думала, что магний, он должен способствовать какой-то именно возникновению, наверное, какой-то энергии, вот улучшать настроение, дать какие-то силы, давать силы. Но не заметила. Не знаю, то ли я просто, может быть, недостаточно пропила этого магния, хотя это, по-моему, вторая уже упаковка у меня, именно от Салгар. Но я не увидела. Результаты я не увидела. Я сейчас уже купила другой магний, пока я его не пью, сделаю небольшой перерыв, потом уже начну пить. Поэтому я не знаю даже, что вам сказать. В принципе, Салгар, как мне, ну, когда я зашла в аптеку и покупала, мне сказали, Салгар самый лучший средств, по-моему, это немецкое качество. Нет, написано вообще, как будто бы это USA. А почему мне говорили, что это немецкое качество? В общем, не знаю, кто производитель, надо будет посмотреть потом. Но вот эффекта я не увидела. Пропила, да, но вот того, что именно как-то кардинально мое состояние поменялось, я этого не заметила. Поэтому я для себя посчитала, почему я купила другой магний, потому что я для себя посчитала, что тратить такие бешеные деньги, а вот эта упаковка стоит примерно, ну, две с половиной тысячи, может быть, три тысячи, и по две таблетки в день, 120 таблеток, это всего на два месяца. Я посчитала для себя нецелесообразным тратить такие огромные деньги, когда эффекта, явного эффекта, я не увидела. И последний продукт из такой непонятной категории, такой общей категории, это у меня зубная паста 2080 Pure, мне ее дарила Ирина Ворогушина. Ирина, спасибо тебе большое за это. Это Pink Mountain Salt, это зубная паста с розовой горной солью. Вот в такой она коробке шла, здесь 125 грамм. Я, честно говоря, немножко побаивалась ее вообще брать в использование, потому что, ну, вот такие непонятные ароматы, что ли, как вот соль, например, да, или вкусы, вот как вот эта соль, я не знала, что ожидать от этого, понимаете, то есть я думаю, что может быть что-то будет очень неприятное. Я люблю вообще свежие, освежающие пасты, и поэтому, когда беру что-то другое, для меня это всегда какая-то загадка, какое-то напряжение, да, вдруг не понравится, вдруг не захочу, вдруг какие-то будут неприятные ощущения. Поэтому, когда я эту пасту брала, я, конечно же, тоже испытывала вот эти непонятные чувства, думала, понравится, не понравится, может не стоит вообще рисковать, и надо брать свои любимые освежающие пасты, все. Но на удивление, мне действительно понравилась, она и по консистенции своей была очень достаточно такая приятная, она была розового цвета, но сейчас здесь уже мало что можно посмотреть, был розовый цвет, приятный, нежный-нежный, такой розовый, можно даже сказать, персиковый, и никакой такой соли не было, чтобы как-то было неприятно чистить зубы, вообще хорошая зубная паста. Пасту О-2080 я в целом очень люблю, потому что они замечательно очищают зубы, и вот этой чистоты хватает на целый день. Это вот я для себя уже сделала свой вывод, потому что у меня были пасты О-2080, поэтому данную пасту тоже могу смело рекомендовать, мне очень даже понравилось. Не скажу, что буду покупать, не скажу, что она стала любимым моим именно вкусом каким-то, но она была очень даже достойной. Ну и переходим мы к последней категории, здесь тоже у меня, кстати, не очень много продуктов, это категория ухода за лицом, как я вам уже сказала, и первое покажу, это умывашка, закончилась у меня, от Floresan, это Just Orange линейка, освежающий мусс, гиалуроновая для умывания, очищает и матирует, осветляет тон кожи, вот такая умывашка, здесь был объем 150 мл, хорошее средство, покупала тоже в магазине FixPrice, ну брала просто как бы наобум, там очень часто хочется взять то, чего тебе даже может быть и не нужно, потому что цены интересные, цены хорошие, и я взяла, честно говоря, не ожидав ничего особенного от этой пенки, но по факту я поняла, что это хорошая, достойная пенка, и вообще, я когда сейчас свои запасы подсокращу немножко, именно в плане умывалки, ухода за лицом, я вообще хочу на утренний уход брать постоянно какие-то пенки, потому что мне этот формат умывания утренний очень даже понравился, а на вечер можно брать какие-то такие более тяжелые средства, типа корейских пен, которые намного сильнее, как мне кажется, очищают лицо, а на утро пенки это просто замечательный выход, замечательный вариант, я очень довольна осталась этой пенкой, бюджетно, классно, вкусно пахло, так, сейчас у меня что-то тут полилось, конечно же, нет, не буду открывать, у меня тут все разлилось, я вся вон мокрая, но я осталась довольна, неожиданно, но довольна. Еще одно средство закончилось у меня тоже по уходу за лицом, это Magic Molecule, гель интенсив гиалуроновой регенерации питания, основа гиалуроновой кислоты, инкапсулированные элементы, были в составе, то есть маленькие такие гранулки были, с маслом жужуба, масло органа, масло миндаля, питает, увлажняет, придает коже сияние, покупала, между прочим, тоже в магазине FixPrice, и вот в очередной раз удивляюсь, что пусть это и бюджетный продукт, но хороший бюджетный продукт, качественный, найти можно достаточно легко, вот так выглядело, ну давайте коробочку вам тоже поближе покажу, вот, конечно, капсула была не столько, сколько вот на картинке вы видите, да, вот она коробочка, и вот так вот выглядит сам флакончик, так, все блестит, камера не хочет фокусировать, вот здесь вот, смотрите, капсулка одна осталась, и я, честно, опять-таки, наверное, благодаря тому, что цена была очень бюджетной, особо надежда на него, на него, на кого на него, ну да, на гель интенсив не возлагала, я вообще использовала данное средство как сыворотку, то есть умывание, потом тоник, потом сыворотка, потом уже закрываю все это кремом, но мне понравилось, действительно было хорошее увлажнение, я по составу даже, честно говоря, не проверяла, масло миндальное, масло органовое, вот водорослевый, порошок, масло жужуба гидрогенизированное, гидролизованные соевые протеины, кислота гиалуроновая, ну и в принципе, что-то тут еще химическое, да, вот то, что я сейчас прочитала, это все было в середине списка, то есть не на самых верхних позициях, я не думала, что настолько понравится, я не думала, что будет так хорошо увлажнять мое лицо, брала, потому что, в принципе, данный продукт у меня давно лежал, это флоресан, да, я не помню, говорила я или нет, объем здесь 30 миллилитров, и подумала, что долго лежит, надо взять, но когда я взяла, попробовала, мне действительно понравилось, кожа была увлажненная, то есть настолько увлажненная после данной сыворотки, использовала, напомню я ее именно как сыворотку, что иногда даже не хотелось крем сверху наносить, настолько прям кожа была комфортна по ощущениям и достаточно вот напитана именно увлажненная, поэтому опять-таки вот пример того, что бюджетное средство может хорошо работать, я очень этому рада, не скажу, что буду снова покупать, потому что повторюсь, что у меня очень большой запас, всевозможные средства для лица надо все подзакончить, потом уже что-то другое покупать, но бюджетно хорошо работает, классно увлажняет, поэтому тоже от себя могу порекомендовать. Ну и осталось совсем последнее, это масочки и одна упаковочка салфеток, очищающих от дели Кеа, это мицеллярная вода с ионами серебра, деликатное очищение, антибактериальный эффект, сохранение баланса Баланса PH, как говорить правильно. Вот такие салфетки брала как-то совершенно случайно, просто заходила в магазин зачем-то в улыбку радуги и вот там они на кассе лежали по хорошей цене, я их взяла, но в очередной раз убедилась, что салфетки, вот такие мицеллярные салфетки для снятия макияжа мне не нравятся, мне не подходят, они недостаточно увлажненные, недостаточно напитанные, наверное, я вот пользовалась разными брендами, два или три, наверное, вариант у меня были разных, и все мне не понравились, потому что вот одного, допустим, проведения, вот вы провели по щеке, она как будто бы наполовину уже всю жидкость свою сразу отдала и потом уже достаточно даже некомфортно остальным, то есть перевернуть салфетку и дальше снимать макияж некомфортно, потому что она как будто бы стала намного суше сразу, да, с первого применения, поэтому я повторять больше не буду, для себя точно сделала выводы, что вот такие салфетки для снятия макияжа это точно не мое, я себе купила уже, мицеллярные пэды для снятия макияжа, и они вот замечательно работают, поэтому нет, больше покупать, экспериментировать с таким, с подобным видом, наверное, ухода я не буду, поэтому, не знаю, ну, ругать не могу, может быть, просто мне не подошло, может быть, просто у меня какие-то завышенные ожидания были, но в целом для себя точно сделала выводы, что никакие салфетки с собой брать больше не буду, то есть себе брать не буду и пользоваться не буду. Ну и по тканевым масочкам, вот у меня масочка первая, это Skin Needs, восстанавливающая тканевая маска для лица с убихиноном, так, так поближе вам покажу, сказать мне особо нечего, было достаточно приятное лекало у нее, ну, я обычно только увлажнение получаю от подобных масок тканевых, поэтому пока мне еще не попалась в моей жизни маска, которая бы произвела на меня неизгладимое впечатление, если такая попадется, я все остальное быстро и срачу, буду покупать только их, подскажите, кстати, хорошую тканевую маску, которая на вас произвела потрясающее впечатление, которая увлажнила, которая, возможно, тонизировала кожу, ну, в общем, с любым эффектом, пожалуйста, напишите вот именно такую маску, от которой вы увидели эффект, очень буду ждать ваших сообщений, но вот для меня пока все маски, это такие чисто проходные, такие увлажняющие, разовые процедуры, биологика, кокос, мгновенное сияние, вот масочка закончилась тоже, просто разовое увлажнение, я обычно, как уже говорила, наношу их после того, как из душа выхожу, вот я, я ложусь, наношу себе масочку и позволяю себе 10-15 минут спокойно полежать, насладиться ароматом маски, ее действием, и вот после душа немножко так релаксирую, ну и последняя маска, конечно, аромат у нее был прекрасный, это Fanny Organics, Lemonade Fresh Shit Mask, Криотерапия, клубника и базилик, сокращение морщин, ну в общем, опять сокращение морщин, ничего такого я на себе не почувствовала, просто хорошее увлажнение и приятный аромат был у этой маски, очень приятный аромат, ну не более того, если знаете супер работающие тканевые маски, пожалуйста, напишите мне в комментариях, буду очень вас ждать, все, на этом у меня видео подошло к концу, все мои пустые баночки, по-моему, очень мало, как мне кажется, заканчивается обычно больше, но в любом случае, что есть, я вам показала, я очень надеюсь, что в видео вам было полезным, интересным, если так, то не забывайте поставить пальчик вверх, обязательно пишите комментариях, чем пользовались, может быть, что-то хотите посоветовать, использовать, и, конечно же, подписывайтесь, впереди еще будет очень много всего интересного, я планирую запустить конкурс ближе к Новому году, ну, очень люблю этот праздник, поэтому хочется кого-то из вас порадовать, также хочу вам напомнить, и рассказать тем, кто, возможно, не знает, что у меня есть еще два канала, книжный канал и влоговый канал, ссылочки на них внизу, проходите, подписывайтесь, буду очень вам рада, Яндекс.Зен, ссылка также внизу, если у вас проблемы с просмотром на YouTube, то добро пожаловать, там я все видео свои дублирую, ну, и Telegram канал, ссылка также внизу в инфобоксе, вся важная информация внизу. На этом буду прощаться, еще раз большое спасибо, что были со мной, что досмотрели мое видео до конца, и желаю всем отличного настроения, хороших покупок, и прекрасной погоды за окном. Все, всем пока-пока.